Девушки отдыхают 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 Я говорю, давай, в общем, не морщу лоб. Правда, честно. Ну, а как же без этого? Я хочу, чтобы она была красивая, чтобы она как можно больше была такой, какой я ее знаю, люблю. Потому что в любом случае мы не сможем бороться против лет, которые проходят мимо нас. Но, по крайней мере, вот жить какой-то такой наполненной жизнью и стараться не замечать время, которое бежит стремительно мимо тебя, мне кажется, это надо обязательно делать. Я вообще вывел свою формулу, что понятие возраста – это понятие внушаемое. Не надо внушать тебе, сколько тебе лет. Я вот не люблю отмечать дни рождения, особенно юбилеи. Вообще я это не понимаю. Я считаю, что человеку столько лет, насколько себя он чувствует. Вот вы себя на сколько чувствуете? Я думаю, что максимум мне лет 40, не больше. Дружима, а вы сколько бы своему супругу дали? Я даже не знаю, сколько ему и сколько мне. Я об этом никогда не думаю. Мне кажется, самое главное – отношение человека к окружающему. Когда ты несёшь вот такой какой-то позитив, какой-то свет людям, какую-то радость, тогда это возвращается к тебе. Я в этом абсолютно уверена. И ещё самое главное – надо заниматься любимым делом. Чтобы твоя работа была тебе просто в радость, в удовольствие. Тогда ты молод, тогда ты энергичен. Ну вот, чтобы дарить любовь, нужно жить в любви. Нужно жить в этом позитиве, да? То есть, вы знаете, что многие не верят в вашу любовь. Сейчас есть такое понятие, когда любовь превращают в бизнес. Читу Бэхом, Викторию и Дэвида, обвиняют в том, что они создали просто бизнес. То есть, вы как относитесь к таким разговорам? Ну, в нашей семье на паре никогда деньги не стояли на первом месте. И у нас никогда не было задачи зарабатывать денег. И до сегодняшнего дня у нас не было такой задачи. И она, я, мы всегда довольствуемся тем, что есть на сегодня. Я вообще приучил себя в жизни быть довольным тем днём, которым я сегодня живу. Вот я имею то, что сегодня имею, это мне достаточно. Потому что, вот мы с ней вместе были во французско-американском фонде имени Генри Клюза на берегу Средиземного моря возле города Канн. Ну, там как раз сентябрь, октябрь отдыхают самые богатые люди мира. И вот ты идёшь, и вдоль берега стоят яхты. Видишь одну яхту, такая чудесная. Думаешь, вот бы мне такую. Чуть прошёл, ещё лучше. А дальше ещё лучше. А сота ещё лучше. И ты понимаешь, что нет этому предела. Потом, когда мы были с ней в Монако, и увидели яхту принца Монако, ну, вообще поняли, что это вообще. И поэтому я считаю, что всегда кто-то будет богаче тебя, всегда кто-то будет и успешнее тебя. Поэтому надо довольствоваться тем, что у тебя есть. Но в то же время стремится в полной мере реализовать себя в жизни. Реализовать свои возможности, способности. И мне кажется, вот в этом Нуржамал, поскольку это преддверие женского дня, я могу не сказать, что она всегда ставит перед собой задачи, которые она реализовывает. Ну, смотрите, Сергей Мухамеджанович, вы выбрали себе женщину, да, дорогую, скажем так. Но вы при этом говорите, что деньги для вас не важны. Но вы же содержите свою женщину? К сожалению. Она вся сидит сейчас, вся в бриллиантах, в шикарном платье. Я думаю, что это платье, наверное, от Валентина. То есть и туфли дорогие, сумочка, на ней была шикарная шуба. То есть я так понимаю, что ваша жена вам дорого обходится? Я не знаю, как она мне дорого обходится. Нет, но дело в том, что она самодостаточный человек. Она сама зарабатывает. Ну, хотите сказать, что все это Нуржамал сама покупает себе? Нет, конечно, я что-то делаю, но она сама достаточно. Она неплохо зарабатывает. Правда, она эту задачу не ставит. Вот сколько было предложений ей спеть на каких-то юбилеях за деньги, на свадьбах. Ей предлагали ей большие деньги. Она никогда не пела за деньги на чьи-то юбилеи в свадьбах. Почему? Вам запрещает супруг? Ну, потому что, наверное, это меня отвлекает от моей основной профессии. Я пою только на профессиональной сцене. А петь на каких-то вечеринках, юбилеях, тоях, это не для меня. Это меня отвлекает от музыки, самое главное. Это, наверное, немножко расхолаживает. Это, ну, не дает такого роста. Но, как правило, предлагают очень большие деньги за такие корпоративы. Да. И наверняка тяжело отказываться, когда большие суммы. Ну, или же у вас был какой-то разговор и договоренность с супругом, что вы не выступаете на таких вечерах? Ну, мы, в общем-то, так не договаривались с ним. Просто мы одинакового мнения по поводу этого. Мысли сходят. А что вы вообще думаете о том, что оперные певицы, оперные дивы выступают на корпоративных вечерах? Потому что я лично не думала. Ну, в принципе, это нормально. Это нормально. Я считаю, это нормально. Единственное, я думаю, что в нашей семье есть свои принципы, которые, наверное, существуют изначально. Вот, я помню, первый разговор наш, я сказал, нажимал. Вот, если вдруг тебе дадут звание, и ты от этого будешь петь лучше, то, конечно, я пойду сегодня и сделаю всё для того, чтобы тебе дали звание. Но от этого ты петь лучше не будешь. Ты будешь петь лучше от того, что ты будешь заниматься и работать над собой. Поэтому ни она, ни я мы никогда не просили звания ни у кого. Никогда. Потому что не это главное. Главное, чтобы ты имел результат своего труда, который оценивается другими людьми объективно, беспристрастно. Это самое главное, чтобы людям нравилось, как ты поёшь. У неё очень тёплый голос. Очень тёплый, потому что у неё душа тёплая. Вот, кстати, что касается званий. Я вас хочу поздравить. Вот, Нуржамал, я знаю, впервые, да, стала бабушкой. Да. То есть, поздравляю вас с этим званием. Буквально две недели назад ваша дочь, Крылгаш, известная актриса Крылгаш Мухамеджанова, родила дочу. Я вас поздравляю. Спасибо большое. Чувствуется. Вот говорят, есть анекдоты даже, да? Не страшно стать дедушкой, как быть рядом с бабушкой. Но я всегда говорю, я не бабушка, я жена дедушки. Надо сказать, что у нас есть уже внуки, и любимые, которых мы просто обожаем. И вот появилась ещё одна на свет. Я думаю, что дети действительно это святые жизни. Действительно, наверное, они дают какую-то такую радость невосполнимую и ни с чем не сравнимую. Поэтому, особенно когда внуки, это потрясающе. У нас же очень развит институт бабушки. То есть, возможно такое, что Крылгаш будет оставлять вам своего ребёнка? Уже оставляет. Уже оставляет. И вы бросаете все спектакли, концерты и начинаете нячиться. Вот у нас вообще традиции были, что мы день 8 марта были всегда вместе. Теперь в этом году, наверное, 8 марта мы будем в Роси. Крылгаш надо быть 7 марта в одном месте, и она вынуждена будет сидеть теперь с внучкой. Ну как в одном месте. Это просто очень важная встреча президента с женщинами Казахстана, которую он делает каждый год, и она удостоена этой чести. И вот, чтобы как-то помочь, я лечу в Алмату посидеть с внучкой, а она прилетит в Астану. А смогли бы вы вообще пожертвовать спектаклем, выступлением ради того, чтобы посидеть с ребёнком? Ну я думаю, если такая жертва будет нужна, я могу это сделать. Но она тоже творческий человек, и Крылгаш этого не допустит. Ну я хочу вам привести другой пример. В принципе, Нужамал очень обязательный человек. Я помню, были гастроли у оперного театра Алматинского в России, и как раз она в день спектакля получилась известия о смерти отца. И, зная об этом, она пела спектакль. Поэтому это жизнь артиста. Я думаю, каждый артист поступил бы так же. Но не каждый артист поступил бы так же. Такие примеры есть, конечно. Это, наверное, от неуважения к тем людям, которые пришли быть сопричастными к твоим талантам. Мне кажется, надо всегда уважать людей, которые хотят послушать твою музыку, твой голос. Даже если будет двое-трое в зрительном зале, надо всегда с уважением относиться. У нас в стране несколько оперных див. Есть еще Майра Мухаммед Каза и Нужамал Зимбаев. Вот вам лично кто больше нравится? Ну, конечно, Нужамал. Какого вопроса вы задали ему? Дело не то, что я никого не хочу умолять. Просто у нее очень теплый тембр. Вы знаете, тембр невозможно отточить. Или он есть, или его нет. Это уже природный дар. А как вам голос Дарьи Гензарбаевой? Ну, нравится мне. Да, я был на премьере фильма, который сняли, исходя из ее выступлений. Я думаю, она молодец. Надо отдать ей должное. То, что она, в принципе, она политик. И то, что политик занимается высоким искусством, это только облагораживает ее. Меня восхищают люди, которые любят искусство, которые занимаются, несмотря ни на что. Вот она получила образование, она концертирует, она пропагандирует казахское искусство. Ну, и классическое. То есть человек, у которого есть цель, какая-то мечта, и он к ней стремится, это всегда достойно восхищения. Ну, скажите честно, вот не бывает конкуренции? Я думаю, у каждого исполнителя есть своя публика, свои слушатели. Вот я благодарна судьбе, что рядом со мной человек такой, который, я имею в виду Тулигена, что он, во-первых, поддерживает меня в моем творчестве, создает все условия, чтобы я вот работала, не останавливалась. Даже сейчас иногда, я говорю, может быть, хватит, я устала ездить, я устала... Нет, говорит, наступит время, когда тебя никто не будет приглашать, и ты будешь скучать просто по творчеству, по сцене. Поэтому ты должна работать до последнего отсутствия жены, ну, бесконечно. Вы, кстати, как вы выдерживаете такие дни, Тулиген Мухинджанович? Вы же мужчина, который требует большого внимания. Вы знаете, наверное, первый опыт был очень тяжелым. Я очень хорошо помню, вот она первый раз уехала в Соединенные Штаты Америки. Я как раз был в Москве, писал музыку в мосфильмовской ленте, жил в гостинице, в мосфильмовской гостинице жил, и там был инструмент. И вот в ожидании ее я написал мелодию, которую назвал «Осень». Время так шло медленно, пока вот она... И как раз она пролетела, мы в Москве с ней встретились. А потом уже как-то, наверное, вот это... Не то, что привыкаешь, но как-то так понимаешь, что это надо. А потом, когда уже один раз ее... Вот она должна была лететь опять сегодня в Соединенные Штаты Америки. И вот буквально у ней самолет был в 6 утра, мы уже чемоданы собрали, все уже почти были готовы, чтобы она уехала. И в 11 вечера, накануне, буквально за 7-8 часов, звонит, говорит, что она не поедет. Ну что там, какой-то высокий чиновник ее вычеркнул из списка, что она не едет. Вы представляете, да? И что, думаете, я сделал? Я это никогда не забуду. Я говорю, тебя приглашали в Самарский оперный театр? Она говорит, приглашали. Я говорю, дай телефон директора. Она мне дала телефон директора, я позвонил. Я говорю, Александр Сергеевич, вы приглашали Жамал в театр? Он говорит, да, приглашали. А я до этого узнал, когда летит первый рейс в Уральске, из Уральска там надо в Самару. Я говорю, тогда она вылетает в среду, встречайте. Она даже опишала, она даже не поняла, о чем речь. Я ее сам отправил в Самару, чтобы она не зависела. Я думаю, Жамал часто сталкивается с тем, что просто вас могут вычеркнуть из списка, потому что вы супруга, например, Тульгена Мухамеджанова. Или вы просто кому-то не понравились. Вы знаете, было время, когда он меня сам вычеркивал. Когда он стал за Макима Астаны, он говорит, будет неудобно тебя включать в концерты или в какие-то мероприятия. Это как-то не по-казахски. Нет. Обычно, наоборот, вписывают, гонорару увеличивают. Нет, нет. Представляете, он сам меня вычеркивал из этого списка. Но я не обижаюсь, потому что было чем заниматься. У меня я была востребована. Спасибо большое. А вы знаете, что сейчас будет? После того, как его назначили директором оперного театра. Я представляю, я представляю. Я просто... Не, я однозначно сказал. Вы знаете, я почему-то сразу подумала, что... В Остану опера, я говорю, ты работать не будешь. Почему? А как? Нет, я буду. Нет, но... По основаниям, я прослушаюсь. Я пройду конкурс, так же, как и все певцы. Это правильно, наверное, чтобы не было разговоров, чтобы все было справедливо. Но вы же не можете там у нее выступать только Пуга. Нет, имеется в виду в штате. В штате, да? А так, по контракту, да, на отдельной партии, я думаю, она заслуживает этого. Хотя, мне кажется, что вы могли бы быть лицом этого театра. Я думаю, это исключено. Вы знаете, я думаю, это немножко из чисто этических соображений. Вот смотрите, в октябре прошлого года вас назначили директором красивого, нового, шикарного театра, который будет называться «Астана опера». Расскажите нам, как вас назначили. То есть вы сами-то готовы были стать директором театра? Вообще, вы знаете, я по своему духу никогда не хотел быть чиновником. Я хотел быть творческим человеком. Удивительно, когда это говорит человек, который был заместителем Акима, депутатом, мужа лица, сенатором. Да, честно говоря. Вот так вот, видимо, когда ты востребован, к тебе как бы есть вот какое-то такое отношение к тебе, что ты можешь что-то сделать, то приходит на ум фраза довольно, в принципе, такое заурядное, что поэтом может и не быть, но гражданином быть обязан. Я обязан быть гражданином. И мало ли что я хочу в жизни. Я вообще не думал, что буду я директором театра, потому что я когда-то в 87-м году был директором Алматинского театра перебалета. А потом такого внутреннего желания у меня не было. Но когда мне глава государства предложил стать директором Астана-Опера, и сам назвал этот театр Астана-Оперой, конечно, я дал согласие. Я вот четвертый месяц работы, мне работа очень нравится. Скажите, вот ваш супруг вам больше нравится в образе чиновника или в образе композитора? Ну, в образе чиновника я его, в общем-то, не знаю. Мы никогда не говорим о его работе. Мы говорим о моей работе. Мы говорим о музыке. То есть то, что нас объединяет. Расскажите, вот как начинается ваше утро? Утро? Кто готовит завтрак по утрам? Ну, у нас есть кому готовить завтрак, но когда я приезжаю, я стараюсь сама приготовить завтрак, уделить внимание. И был такой однажды случай, Тулеген приболел. Я прилетела, сделала такой бешпармак. В общем-то, у меня получается неплохо. И он сразу выздоровел.